доброе утро дорогие друзья забыл если честно сбился по времени и совсем забыл что есть у нас урок вот но сейчас лучше поздно чем никогда правильно и поэтому мы сейчас прямо и начнем кто еще ждет тот дождался кто не ждет уже тот посмотрит записи так все открываем открываем вернут так все отлично 5 человек уже есть уже отлично ровец как зильбер за хранат сидели в раха я помню когда-то он полз прямо реально полз на урок у него был сердечный принцип приступ но он прямо по лестнице залез его он убежал из-под присмотра врачей залез провел урок и его отвезли в скорая помощь отвезли в больницу поэтому вот такая важность урока торы а так как я учился в ровеской к зильбер ази хранат сидели в раха то постарай конечно он бы не пропустил урок хотя бывало что он тоже задерживался задерживался но у него всегда были уважительные причины чем у меня хорошо значит мы дошли до руд иляева очень да мне тоже было вас приятно в виде дёргане меня с нами все значит 22 отрывок был 23 мы изучили в тот раз да да так 24 все значит мы дошли до 23 отрывка это невероятно был важный отрывок миколь мишмарн ссор ли б.х. больше всего хранимого храни свое сердце потому что из него то цаот ахаим и сердце идут все следствия твоей жизни значит сердце человека это суть человека как говорится дальше в мишле много замыслов сердце человека а замысел бога он исполнится и в сердце это все мышление человека и то о чем человек думает это и становится его жизнью то есть мы все живем в мне тоже это было в этот шаббат у меня был такой как как хедуш это называется такая как идея да я уже много 20 циклов я уже прохожу недельные главы 20 лет как я начал соблюдать как раз вот и 20 лет я читаю эту недельную главу микетс и она каждый раз открывается по-новому эта недельная глава была о том как йосефу начало как фараону снили сны и снили сны фараону о том что будет и позвали юсефа чтобы он расшифровал что будет и юсеф он расшифровал как бы что будет и он еще дал ему совет то есть он говорит я советую надо сделать так то так то и так то и вот когда человек рассказывает свой совет что он рассказывает он тоже самое рассказывает свой свой сон то есть у него есть некое предположение внутри в голове о том как будет и это предположение это как сон то есть он его как бы с выдумал себе сконструировал и потом он пересказывает другому у второго человека у него в голове свой сон да то есть что такое сны сны это такие мысли которые не являются реальностью но если мы подумаем то все что находится у нас в голове все что мы себе планируем все что мы себе вспоминаем все что человек думает даже находясь в бодрствую чем состоянии все это тоже является как сон вот это было у меня в эту недельную главу открытия и интересно что как братья там братья когда они пришли к иосефу они думали что это что это властители и египта они же не знали что это и с их брат и они живут в своем сне и они думают так он сейчас нас хочет обмануть он хочет нас то то есть они живут в какой-то своей концепции и они в этой своей идее они себе расставили какие-то полностью там уже иди но расставили как они думают и вдруг какой-то момент это было еще не в этой главе это будет следующий и он говорит а вы знаете говорит я иосеф и они такие бах их сон разрушился то есть то что они думали что он исчез то что они думали что это и правитель египта который хочет их уничтожить все это оказалось сном иллюзия и говорит нам говорит нам царь соломон в двадцать третьем отрывке больше всего береги свое сердце потому что из него мимена тот соот хаим из него идут все следствия твоей жизни из твоего сердца из твоего мышления теперь дальше 24 отрывок он нам дает совет как как охранять сердце то есть что значит охранять сердце он говорит так а сэр мимха и кшут п значит а сэр это устрани мимха от тебя и кшут это и кэш это есть тут каше это тяжелый а и кшут это искривленные кривые разговоры и кшут п устрани от себя кривые разговоры у лизут сватаем архек мимеха лизут сватаем переводят что плохие предположения языка удали от себя значит что имеется ввиду вот человек человек значит откуда вообще мысли в голове берутся давайте разберемся откуда человеку в голову входят мысли вот если например посмотреть но вот я сегодня с утра посмотрел новости мне интересно что происходит в мире причем я это так себе объясняю миром управляет бог то есть в глобально все мироздание находится под полным контролем божественным то есть он мир ведет теперь мне интересно куда бог ведет мир понятное дело что я не участвую ни в каких сегодняшних политических мероприятиях не в израиле не в россии не в украине но так как я живу в этом мире мне интересно послушать и посмотреть и узнать куда бог ведет мир я просматриваю новости что пишут в израильских интернет порталах что в украинских и что в российских и мне интересно куда бог ведет мир но когда утром я смотрел вот эти все новости то большая часть новостей я могу сказать была связана с убийствами с преступлениями с какими-то несчастьями авариями там и так далее теперь получается что я не выполнил то что здесь было написано в 24 отрывке потому что я себе в голову впустил первое кривые разговоры все сми построены на том что они искривляют реальность в угоду владельцам сми то есть каждое средство массовой информации обслуживает интересы владельца этого сми и работаю там журналисты которые сами себя называют вторая древнейшая профессия то есть намекая на то что самая древнейшая это проститутки а вторая по древности это журналисты которые за деньги пишут все что им скажет это самоопределение самоназвание журналистов что мы представители второй древнейшей профессии понятно теперь значит говорит царь соломон а сэр мим хаак шут п убери от себя плохие разговоры теперь давайте посмотрим где и улезут сватаем архет мемеха и плохие предположения отдали от себя сватаем это уз твоих значит дальше человек живет и он сидит и думает так что же дальше делать то есть каждая мысль от мыслей в сердце тоцао тахаим я значит с утра посмотрел куда ведется мир думаю мир куда едет мне не нравится да то есть это я им не управляю он куда-то едет да бог им управляет но глобально то что я увидел картинка мне не очень нравится и у человека есть потребность в этом мире хотя бы управлять себя собой своей жизнью я думаю так как же я хочу управлять своей жизнью задаю себе вопрос мышление да и у меня мышление какой вопрос такой ответ мне говорится надо стать сильнее надо стать сильнее надо стать мощнее надо стать влиятельнее чтобы я больше влиял на свой мир да в котором я живу это то что говорил то есть ты должен действовать и думать в рамках своего своего влияния например был такой великий мудрец раши до рабы нашло майтсхати тысячи лет назад он жил мы изучаем всю тору с его комментариями он успел написать комментарии на весь талмуд на всю тору то есть это ну самый великий комментатор из всех еврейских комментаторов раши так раши интересно что про него известно он никогда не смотрел больше чем два метра от себя то есть у него было это называется жить в арбо а мод в четыре локтя то есть он говорил все что мне надо бог мне приведет в мои вот эти арбо а мод а я буду внутри своих вот этих вот четырех локтей я буду внутри этих четырех локтей буду изучать тору буду заниматься развитием своей жизнью интересно что у раши были виноградники и он еще успевал делать вино и вот значит я думаю как же мне теперь ладно мир миром но мне нужно себя развивать думаю поучу английский язык и я значит думаю потому что если я буду на английском опять же буду знать английский то я смогу и уроте тора на английском в общем я решил поучить английский и так далее теперь а значит поучить я решил английский открыл я книгу дональда трампа то есть я впустил в себя впустил в себя способ мышления дональда трампа потому что когда ты читаешь книгу дональда трампа ты как будто бы впускаешь его разговор себе в голову но я подумал для себя так что неплохо впустить дональда трампа себе в голову потому что хотя бы дональд трамп он миллиардер хотя бы дональд трамп президент сша и так далее но лучше всего идеальный вариант это впустить свою голову конечно, царя Соломона, Шлома Амелаха, для того, чтобы его слова стали мышлением. А он нам что сказал? Просто можно это записать себе на листике и целый день смотреть на эту запись, и только ей и руководствоваться. Асэр мимха, убери от себя икшутпе, кривые разговоры, улизу тсватай мархэк мимеха, и плохие предположения языка удали от себя, не живи в плохих снах, не живи в плохих снах, не живи в плохих предположениях, не живи в плохих интерпретациях, не живи в плохих историях, живи в хороших. Теперь дальше, 25-й отрывок. Эйнейха, ленохах, ябиту. Глава твои пусть смотрят прямо. Ваафа пейха, яширу негдеха. И вети твои выпрямят путь перед тобою. Значит, смотрите, здесь написано так. Глаза твои пусть смотрят прямо. То есть, человеком управляют его глаза. Человеком управляют его глаза. Глаза видят, сердце хочет, руки, ноги делают. То есть, смысл в чем, что вначале самый мощный путь доступа информации в человека – это глаза. Человек глазами берет какую-то картинку. Потом внутри он эту картинку себе словами объясняет. Мы об этом говорили в предыдущих отрывках. Потому что одну и ту же картинку можно объяснить абсолютно по-разному. Абсолютно по-разному. Вот я вчера считал такой пример. Например, есть такой Оскар Хартман. Он написал книгу сейчас, которая называется «Делай просто, просто делай». И он написал там свою жизнь. Кстати, вот он написал в этой книге, что я был инициатором написания этой книги. Поэтому мне очень приятно, что она действительно получилась хорошая книга. И он там описывает историю, как он узнал, что у него есть аутоиммунное расстройство, неизлечимая болезнь. И как он в этот момент попал в выбор интерпретации? Что с этим сделать? Ему сказали, что у него неизлечимая болезнь аутоиммунное расстройство. И он должен был себе как-то это объяснить. Первое объяснение простое – сдаться и всю жизнь потом вариться в несправедливости мира. Второе объяснение – это не сдаться и начать бороться и так далее. И потом через еще один этап он пришел к тому, что он сказал, он взял третье объяснение. Он взял, что благодаря этой болезни я стану очень сильным. То есть она является моим внутренним милиционером, который меня заставляет двигаться в 10 раз быстрее, жить в 10 раз правильнее и так далее. То есть одна и та же картинка, которую человек видит, она может внутри перейти в разные-разные интерпретации. Теперь, что значит «пусть в глаза твои смотрят прямо». Есть ссылка здесь, помните, мы учили в Пертьевод Мишна. Есть такая Мишна «посмотри на три вещи». Истакальбыша, дворимая табаля деавера. «Посмотри на три вещи, и ты не придешь никогда к преступлению». На какие три вещи надо посмотреть, чтобы не прийти к преступлению? Значит, это была третья глава в Пертьевод. Говорил это Акавия Бен Меалалель. Он говорил так. «Посмотри на три вещи, и ты не придешь к преступлению». Да. «Посмотри, откуда ты пришел, куда ты идешь, и перед тем ты в будущем будешь держать ответ. Откуда ты пришел из капли, маленькой капли, то есть из яйцеклетки, из сперматозоида. Куда ты идешь, значит, ты идешь вместо маком афары рима ватала, вместо праха, гниения и червей. То есть тело твое, оно сгниет. Оно пришло из капли, оно сгниет, превратится в прах. А перед тем ты будешь держать ответ. То есть у тебя есть еще следующий уровень, и ты, ты как личность, ты за свою жизнь будешь держать ответ перед Богом, как ты ее прожил и на что ты ее потратил. И получается, что, получается, что если ты смотришь на правильные вещи, то есть ты смотришь на твой взгляд устремлен, на твою божественную душу, на то, что ты должен выйти в следующий уровень, на то, что ты должен знать Тору и соблюдать заповеди. Если ты смотришь вот на эти вещи, ты не согрешишь. Это то, что здесь написано в 25-м отрывке. Глаза твои пусть смотрят прямо, и твои веки пусть выпрямляют путь перед тобою. То есть у нас здесь мы столкнулись вот с тремя вещами. Давайте подведем итог. Первая вещь, что все тоцаот ахаим, все следствия в жизни человека, они идут от его мышления. Каждый из нас интерпретирует, принимает решения, придумывает себе истории, объясняет поведение и так далее, действует все самостоятельно в сердце своем. Второе, то, что мы узнали, что мы узнали, что нужно убрать из своего сердца кривые разговоры, плохие предположения. И это нужно все убрать из своего внутреннего диалога. И третье, глаза твои пусть смотрят прямо, и веки выпрямляют путь перед тобою. Ты должен смотреть своими глазами, то есть взгляд должен быть устремлен туда, куда ты идешь. То есть или ты идешь вместо праха, гниения и червей, или ты идешь в держать ответ перед Богом за правильно прожитую жизнь и потом наслаждаться в раю. Вот три главных идеи того, что мы сегодня успели изучить. Все, дорогие друзья, давайте подведем каждый, сделать свои выводы. Каждый, опять же, понаблюдает за своим внутренним диалогом и посмотрит за тем, чем наполнено ваше сердце. То есть для того, чтобы сердцем управлять, нужно выйти в позицию наблюдения и управления. Когда ты понимаешь, какие слова у тебя внутри поднимаются, какие слова руководят тобой. В этот момент, и когда ты понимаешь, что эти слова ты сам создаешь, и ты же сам потом будешь жить в том сне, который ты создаешь. Опять же, но сны разрушаются. Это тоже интересно, если связать с недельной главой. Сны разрушаются, и оказывается, что все иллюзии, которые ты себе строишь, они могут в один момент рассыпаться, и появится Юсеф, скажет, я Юсеф. Это как придет Машех, или как Бог проявляется в жизни человека и говорит, так, я Юсеф. Так придет Машех в какой-то момент, и мы увидим совершенно новый мир. Все, до завтра, дорогие друзья, завтра, завтра я очень прошу, чтобы Эйтан провел урок, потому что я завтра лечу в Израиль как раз с Божьей помощью, и я как раз буду в это время в аэропорту, в самолете, то есть завтра я не смогу провести урок, но послезавтра со Святой Земли, с Божьей помощью будет урок. Все, удачи, всем успехам, яду послезавтра, а завтра Эйтан проведет урок о счастье и о том, как к нему прийти. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня.